Здравствуйте, дорогие интернет-зрители! Сегодня в эфире премьера полит-клуба на нашем Первом Лайфе ТВ Open Studio. И начну сразу постараюсь, у нас две силы, активисты национал-социалистического движения Витя Сокол, так представлю уже лучше, и член Народного Альянса, партии Народный Альянс, пока не зарегистрирован, правильно понимаю, Максим? Да. Да, Максим Жилин, член Пемпского РВК, кто не знает, это комиссия избирательных комиссионного совета оппозиции и представитель либеральных взглядов. Можно и так сказать, да? Да, Максим. И на первое немножко так, сегодня без регламента, такой более свободный разговор, и первый вопрос, хотелось бы услышать ответ одной и другой стороны. Начнем, наверное, с вас, Максим. Как ты видишь Координационный Совет? Зачем он нужен? Ну, в твоем понимании, зачем он нужен? Нужен ли он вообще? Координационный Совет вообще это такая структура, которой нет каких-то четко очерченных полномочий. Для чего она нужна? Дело в том, что сейчас протестное движение, которое так стихийно сформировалось, оно представлено единственным таким органом в Перми, да, который, кстати, уже, по-моему, сам распустился даже. А вот во всероссийском масштабе в Москве это так называемый оргкомитет протестного движения, который сформировался стихийно, там люди просто вступали в него по собственной инициативе, то есть там не было какой-то, какого-то регламента, каких-то выборов, еще чего-то. И, по сути, это просто, ну, это даже не представительство протестного движения, а просто комитет, действительно, который какие-то организационные функции выполняет. Но для того, чтобы каким-то образом хотя бы начать переговоры с представителями власти, да, для этого нужен какой-то представитель, который бы сказал, да, я выражаю интересы этого протестного движения, за меня проголосовали люди, они меня поддерживают, я не просто самопровозглашенный, я действительно избранный этими людьми. Вот хотя бы для того, чтобы вести переговоры с властью, нужен такой вот координационный совет, который бы обладал признаками легитимности, признаками того, что его поддерживают люди хотя бы путем таких вот выборов. То есть Гудков с Пономаревым уже не вставляется? Гудков с Пономаревым, ну, почему? Они тоже входят в качестве кандидатов в этот самый координационный совет, возможно, их изберут. Отлично, я немножко делаю. Дорогие зрители, можно задавать вопросы нашим сегодняшним гостям на twitter.perm.live. Вот, и перейдем к вопросу самым националистам, дорогим нашим. Как вы видите, нужен координационный совет или не нужен? Нет, он нужен, но он нужен немножко не так, как он сейчас состоит. Он состоит, но у него нет каких-то планов на будущее. Ну, тупо как бы сбор людей, и все. Ну, их выбрали, но они ничего не решают. Единственное, что первое было, это за честные выборы, но даже при самих выборах в этот совет они не были честными. Ну, выборы, во-первых, не прошли, пока регистрация кандидатов, наверное. В чем нечестность на данный момент составляется? Честность в том, что многих национал-социалистов даже просто туда не пустили. Они говорили, да, конечно, например, возьмем Максима Арстанкевича. Они говорили, да, вы можете, вот вам нужно заплатить 10 тысяч, и все, у вас есть план. Но, как только он заплатил деньги, ему сказали, извините, но у вас никого плана нет. Либо Навальный испугался, либо его просто наебали. Очень грубо, ну ладно. Смотрите, давайте с вашей стороны перейдем так немножко планенько к детализации, вот именно к регистрации кандидатур. Я так понимаю, Максим, ты вот этим вообще не занимался, да, и у нас, по-моему, из Перского края только с регистрировали он господин Андреянов. Нет, у нас в Перском крае то ли три, то ли четыре кандидата. Ну, три явных, один такой неявный, мы его вычислили только по адресу электронной почты, но он как-то никак не заявляет о том, что он в Перском крае. Вы принимали решение? Нет, конечно. Этим занимается Центральный выборный комитет, который находится в Москве, его возглавляет Леонид Волков, Екатеринбуржец. И, в общем-то, вот эти вот решения по кандидатам все принимаются Центральным комитетом. В Перми мы только регистрируем избирателей. Понятно. Представь нам этих трех личностей, героев края. Двоих я достаточно хорошо знаю. Это Анастасия Мальцева и Сергей Андреянов, представители левого, так сказать, блока. Но остальных двоих мне эти фамилии ни о чем не говорят. То есть, они как-то, насколько я понимаю, они не очень-то публичные люди, и поэтому, по крайней мере, я, может быть, их никогда не встречал в медиапространстве. Так, а я понимаю, остальные в общегражданском блоке? Ну, там, на самом деле, некоторая путаница с этими блоками. Если кто не знает, я вкратце расскажу, как там обстоит дело. Я вкратце расскажу, как там обстоит, больших раздела в общем координационном совете. 30 человек избираются по общему списку, по, ну, скажем так, общегражданскому. Есть три так называемых курии. То есть, курии – это такие специально выделенные квоты для представителей разных сил, разных взглядов. В том числе есть квота для националистов, есть квота для левых, и есть квота для либералов, по-моему. И, соответственно, в эти квоты, если человек пожелает, он может, если он действительно представитель левых взглядов или представитель националистических взглядов, он может заявиться в эти так называемые курии. Может и не заявляться, может пойти в общегражданский список, в принципе, его в этом не ограничивать. Многие люди зарегистрировались, хотя мы знаем, что они представители левых взглядов, они зарегистрировались в общегражданском списке. Хотя в этом списке, на самом деле, конкуренция даже больше, чем в этих маленьких квотах по пять человек. — Прекрасно. Вопрос начнем с Вити Сокола. А не зарегистрировая вашего товарища, идейного вдохновителя в какой-то мере, ТИСАКа, правомерно или неправомерно? — Конечно, неправомерно, потому что, как написано на сайте у Совета, там разрешено национально-социалистические, либералистические и все, как сказать-то, граждане. — Взгляды. — Взгляды, да. Но почему-то его все-таки не пустили. — А почему его не пустили? — Нет, его не пустили с формулировкой, я вам сейчас скажу. Пустили с пустили с формулировкой «За любовь к Гитлеру и связи с движением нашистами». Связи с движением «Наши», да, у них в деле в том, что передача ТИСАКа будет выходить на канале Магдак Вижн, который спонсируется движением «Наши» в каком-то мере. — Ну, это ведь не официальная формулировка. Это одна из причин. — Насколько я помню, официальная формулировка заключалась в том, что он не разделяет ценности протестного движения. Среди его публикаций, ну, судя по его публикациям официальным, его взгляды не совпадают с взглядами протестного движения. Кроме того, даже хотя бы то, что он был зарегистрирован и взнос за него был внесен одним из представителей нашистов практически провластного молодежного движения, это уже говорит о том, что какой же он представитель протестного движения. То есть, на самом деле, при регистрации одним из главных, одним из определяющих пунктов является разделение и поддержание цели протестного движения, его ценностей, именно по этому основанию его… — Как удивительно. Координационный совет должен искать с властью контакт. То, что туда хочет войти человек, в координационный совет, попробовать избраться, да, который уже имеет какой-то контакт с властью, да, он сразу… Противоречие, вот для меня явное противоречие. Почему нет? То есть, как бы, нашисты — это не движение власти. Это не власть. С нашистами оппозиция не хочет искать контакт. — С нашистами бесполезно искать контакт, потому что, во-первых, насколько я помню, это движение уже прекратило свое существование, ну, по крайней мере, его финансирование прикрыли. Во-вторых, даже когда оно функционировало, оно никаким образом власть не представляло. Это были, ну, молодые провокаторы, которые в основном делали то, что им говорят старшие товарищи. О чем с ними можно вести переговоры, я не представляю. Ну, точно властью они не обладали. — Ну, почему? А, ты понимаешь, ты приходишь в магазин, да, то есть ситуация тоже, давайте посмотрим на «Единая Россия» — это менеджер магазина, да, вот есть там хозяйка зала, да, вот это вот движение «Наше». Почему у него проводят с хозяйкой зала? — Если провести аналогию, то движение «Наше» — это там, ну, где-то на уровне уборщицы, наверное. Разве можно о чем-то разговаривать, обсуждать, например, ценовую политику с уборщицей в магазине? Наверное, нет. Наверное, нужно все-таки это делать с менеджером магазина. И вот даже несмотря на то, что, допустим, можно было бы, да, позвать в Координационный совет нашистов, которые какие-то там связи с властью имеют. Дело в том, что Координационный совет — это орган, который должен быть единым, он должен вырабатывать мнение протестного движения, а уже потом это мнение доносить до представителей власти. Проблемы ведь нет выйти на контакт с властью. Мы все знаем этих представителей власти. Мы можем направить им официальное письмо в Кремль или открытое письмо. Мы можем с ними просто через СМИ к ним обратиться. И проблемы нет с ними выйти на контакт. То есть проблема есть в том, что нет с чем выходить, да? Ну, скажем так, проблема даже может быть несколько такая формальная в том, что формально нет пока представителей, которые обладали бы ликитинностью, которые могли бы сказать, «Меня выбрало протестное движение, меня выбрал народ, и я представляю его интересы». Пока таких людей нет, власть не готова идти на контакт с непонятно кем. К вам, мои дорогие товарищи, вопрос. Как вы видите ценности протестного движения? Давайте так, социалонационалисты за протестное движение? Да. То есть вы чувствуете себя частичкой? Да. Но как-то нам этого не дают. Не дают что? Как тебе сказать-то? Не дают дать, как бы, даже какие-то предложения внести. Они не пускают, и поэтому у нас тоже есть идеи разные. Например, тоже, как бы, вопросы с педофилией, с наркоманией. Наркоманией, да. Потому что... Ну, понятно. Но они не дают этого. Идеи, взгляда есть у вас, вот, Сокол. У тебя... Для тебя какие ценности оппозиции? Ценности оппозиции? Ну, как это борьба. Да, то есть борьба вот с педофилией, с наркоманией, с деградацией народа. То есть, как бы... То есть борьба с социальными проблемами? Ну, да. То есть борьба с социальными проблемами, как бы, как сказать... Которое должно как-то решиться когда-то, все-таки, как бы, не можем так дальше продолжаться. Потому что... Закончится это, ну, как бы... То, что вот с нашлась страна России, затвориться, это, ну, в будущем это не очень хорошо отразится, так сказать. Вот вопрос Максиму, Максиму, в предыдущих зрителей. Максим, а мне кажется, что предыдущие лидеры, в кавычках, отметим, оппозиции дискредитировали все протестные движения Немцов, Навальный и все с ними. Ну, я бы не стал ставить, например, Немцова и Навального, все-таки это разные люди, и у них, выражаясь таким бюрократическим, таким разным электоратом, я не думаю, что протестное движение как-то было дискредитировано. Как его вообще можно дискредитировать? Честно говоря, я не совсем понимаю. Протестное движение само по себе, и те люди, которые выступают на митингах, не все они являются лидерами. Это движение. Если человек попал на трибуну, это еще не значит, что все, кто внизу стоят, его горячо поддерживают. Нет, ну вот смотри, да, я там сидел в декабре у телевизора, пивал, пивасик, еще что-нибудь делал, вот, и тут смотрю, о, какие-то чуваки сейчас заметели, да, и вижу с трибуны, там, Навального, выступающего Навального, там, с лозунгами, ну, в каком-то смысле даже националистическим, да, Чирикову, Немцову, удалить слово, да, и для меня такой образ формировался в том, что если этим людям дали слово, значит, они что-то знают, что в этом месте являются лидерами. То есть, ну, на самом деле протестное движение придерживается демократических принципов. Оно старается дать возможность разным людям высказать свои взгляды, свои идеи, и в этом плане здесь те же националисты, они тоже выступали на митингах, им тоже предоставляли слово. Правда, некоторые люди злоупотребляли этим, пытаясь, там, на грани с экстремизмом высказывать какие-то идеи. Ну, это, я не помню сейчас уже конкретно, но в том числе и националисты, там, по этому поводу были некоторые, там, разногласия с тем же самым арт-комитетом, когда их ограничивали, да, там, то есть особо радикальных протест не принимает. В общем-то, это тоже одна из, да, из таких важных черт этого протеста, что он ненасильственный, мирный, по возможности, нерадикальный, и, соответственно, в том числе некоторые кандидаты, кстати, были, им было отказано в регистрации по причине того, что они открыто заявляли радикальные свои идеи, в том числе и даже, там, призывали к насилию. К убийствам и так далее. Поэтому, да, по таким причинам могли отказать в регистрации в Координационный Совет. Просто потому, что протестное движение, оно, не придерживается такой. Ну, ладно, с протестным движением мы немножко разобрались. К вам, ребята, вопрос. С самым националистом, я уже, наверное, весь эфир в тавтологию вашего названия превратится. Ваше видение, что должна делать оппозиция на данный момент? Когда она двигаться должна? Должна у нее быть за зубы? Должна она сидеть в окопе? Должен дипломат быть мирный, который с белым флагом идет? Что должно быть? Ну, они должны, в первую очередь, как бы, показать то, что они могут, они должны сделать, сменить власть, сделать ее лучше. Но пока полностью все не соединятся, этого не получится. Должны быть все слои. Как сменить власть? Насильственно? Ну, насильственно это слишком, грубо говоря. Как-то более, конечно, демократичнее, но и в то же время с какими-то потерями. Ну, это всегда так бывает. С потерями? В каком смысле с потерями? Нет, мы теряем по дороге. Да. Нет, у дедушки Ленина тоже были потери. В виде людей из Красной Армии, да? Ну. Не, ну если свергать власть, то сразу же... Это как знаешь, что кастоматолог, если дергает зуб, то нужно с корнем и сразу же. Ну, это уже радикально. А если потихонечку так? Ну, надо так вот, чтобы было больно и больно. Нет, зачем? Есть там способы обезболивания. Можно мышьяк поставить, в конце концов, который постепенно сведет больно, нет. Ну, вот, что касается... Нет, ну, традиционный совет, я так понимаю, хочет заниматься тем, чтобы, да, он будет ходить к зубу, да, потихонечку уговаривать его, иногда толкать. И все. Но дело в том, что это бесполезно, потихонечку толкать. На самом деле неизвестно. Во-первых, пока сейчас еще не до конца понятно, кто в этот координационный совет войдет, какие будут более радикальные или не радикальные люди. И что в нем будет происходить? Ну, один из вариантов, один из сценариев использования или задействования этого координационного совета. Представим себе, что в какой-то момент произойдет какое-то событие, вдруг которое всколыхнет весь народ. По аналогии с декабрем прошлого года, когда нечестные выборы просто вывели тысячи людей стихийно на улице. И вдруг в результате какого-то события власть перевернется, и кто-то должен будет каким-то образом первоначально принять на себя вот эту власть, вот эту ответственность, для того, чтобы не было просто хаоса и анархии. Так в том дело, что нужно, чтобы кто-то вот эту власть принял, но за него были все. Ну, конечно, все не получится, но большая часть, которая будет за него, это из разных слоев, но так не получится никогда. На самом деле, координационный совет, я вот лично его не рассматриваю как постоянный, ну, или даже желаемый орган власти. По большому счету, мое представление об этом органе, это такой временный орган, который организует честные выборы. На этих выборах, пожалуйста, регистрируйтесь, хоть Тесак, хоть не Тесак, хоть Чикатило, там регистрируйся, и дальше уже будет общее голосование. Просто сейчас выборы, которые идут в координационный совет, надо понимать, что эти выборы, они практически идут на голом энтузиазме. Ну, они все равно тоже же нечестные. Ну, честные или нечестные, я с тобой отвечу. Но дело в том, что провести все российские, всенародные, там, максимально прозрачные, абсолютно честные выборы, для этого у гражданина Чурова, да, председателя Центра Сбиркома, который проводил выборы в Госдуму, президента и так далее, у него огромный ресурс и финансовый, и административный для того, чтобы провести всероссийские выборы. Люди, которые сейчас проводят выборы в координационный совет, у них такого мощного ресурса нет. Ну, там собрали немножко денег с взносов с кандидатов, но это совершенно не того порядка суммы, которых можно... Как немножко, мне кажется, на миллион собрали уже точно. Миллион, на один митинг в Москве собирают по несколько миллионов, чего говорить уже о выборах всероссийских. Нет, это серьезно не те деньги, тем более, что там серьезные трудности и с разработкой программного обеспечения для выборов, и с обеспечением бесперебойности работы оборудования. Вот, денег практически нет, поэтому это все на энтузиазме. И вот в эти выборы пускать людей, которые еще и не разделяют целью протестного движения, это означает дискредитировать саму всю идею, и туда просто... Если пускают это всех подряд, то выборы могут просто не состояться, по причине того, что список кандидатов распухнет до него абразивных размеров. Поэтому туда идут и допускаются только те, кто серьезно подходит к протестному движению, кто действительно его разделяет. Получается клуб. Ну серьезно, ну что ты там... Получается клуб. Мы собрались с Васей, да, и вот мы пьем только пиво «Три медведя», да. А вот там вот человек, как бы, ну он иногда пьет там Балтику, да. Ну в большинстве случаев, да, он там «Три медведя», но он иногда пьет Балтику. Ну мы его не посадим с собой за столик, потому что он иногда пьет Балтику. Получается только так. Пока Максим думает, я напомню нашим телезрителям, у нас есть твиттер PR Live по-английски. Задавайте вопросы. Мы ждем ваших вопросов. Да, может быть вот эта аналогия с клубом в какой-то мере и уместна, потому что, ну действительно, это же не государственные выборы, правильно? Люди, которые находились в оргкомитете, поставили себе цель провести максимально честные выборы. Ну, насколько это возможно в рамках практически отсутствующего финансового ресурса. Они ее реализуют, пытаются ее реализовать. Естественно, поскольку эти выборы проводит оргкомитет, то он и устанавливает правила. Он правила установил, те, кто в эти правила не попадают, они могут организовать свои выборы. Это их право. Вам вызов, организовывайте выборы. Ладно, вопрос телезрителя, начну, он с атом вообще. Обоим сторонам, к вам стоят националисты. Народ хочет сражения власти? Народ хочет другой власти? Народ, конечно, хочет. Это даже большая часть, где-то одна третья, кто не хочет. Но пока не соберутся все... Как вы видите, одна треть? Нет, смотри, там две трети хочет выборов, по вашей таже зрения. Где? Это видно. Так этого не будет видно, пока люди не будут собираться. Вот этот совет нужен, но он нужен, чтобы в него пустили всех. Вот с самого начала, чтобы туда пускали. Потому что так люди видят то, что вот таких-то не пускают, таких-то не пускают. Хотя каких-то там за однополые браки пускают их. Что это такое? Я, например, вот я бы не пошел на митинг рядом, чтобы со мной шел с флажком за однополые браки. Мне как-то это даже неприятно, противно. Ну, это тоже вопрос личной терпимости, да? И только ее, мне кажется, пошел бы ты, не пошел бы, да? Вот. Ну вот, смотри. Вы планируете свое? Вы планируете как-то объединяться? Вот искать как-то контакт с ними? Контакт искали, но как-то у нас все-таки делались видеообращения с тем, что задавали им вопросы, почему так-так. Но они говорят, там какой-то удовольственный вопрос, что у вас нет идей нормальных, хотя идеи были. У вас нет других возможностей, вы не собраны. В общем, ну, такого, типа, в общем, сливались. Нет, такой вопрос вообще посвятую. Идея социального национализма. Это идея? Национал-социализм. Национал-социализм. Как правильно? Национал-социализм. Национал-социализм. Нет, я правильно. Идея, которая победила в 30-х годах в Германии, прошлого века. Просто, в принципе, много где живучая идея, да? Почему бы это, скажем, мировым сообществом принята даже эта идея? В какой-то мере. Почему бы не искать контакт на автобусе? Ну, вот смотрите. На самом деле, для националистов вообще выделена даже целая квота, да, вот в этих выборах? Пять мест. Нет, пять мест, это специально под них зарегистрировано только для националистов. Пожалуйста, вы можете помимо этих пяти мест через общий гражданский список хоть все 30 мест занимать, если вы играете. Если за вас проголосуют, если вы выиграете эти выборы. Но как минимум пять мест для националистов там уже гарантированно железно обеспечено. Поэтому говорить о том, что националистов туда не пускают, это не совсем правильно. Не пустили туда одного конкретного националиста, которого, кстати, и многие другие националистические движения, в общем-то, критикуют и даже не поддерживают. Поэтому, ну, это проблема отдельно взятого человека. Это не проблема закрытости вот этого координационного совета и этих выборов. Сейчас, наш технический момент. У нас с скайпом можно подключиться? Так, к сожалению, нет. Мы не сможем. Просто везде задают вопросы. Пишите только в письменной форме, к сожалению. Пишите на Twitter и задавайте вопросы. Ну, ладно. Смотрите, давайте же отпустим этот координационный совет. Его еще будут мучить долго, я так считаю. А не является ли это, опять же, сливом протеста? То есть, для некоторых, окупая бай, это был слив протеста. Очень большим граммом. Для вас является сливом протеста? Вообще протестное отношение. Это как-то, как вам тебе сказать-то? Для тебя лично, это является сливом протеста или нет? Ну, да, это является сливом. Ну, тут вопрос, Алина. Ну, да, Сокол, для тебя это. Это как видится? Слив протеста – это следующий шаг продвижения, или это шаг назад, шаг вперед, или это шаг вообще в другую сторону. Ну, как? Ну, именно не слив протеста, это что-то, так сказать, не то, что между. Как бы, почти, можно сказать, шаг в сторону, но, опять же, идем к данному протесту потихоньку, то есть, как вот, говорят, как потихонечку мы идем, но это не слив, ну, как бы, не является сливом протеста, но, опять же, можно, как бы, поспорить, что же это именно. Но я не считаю, что это слив протеста. Точка зрения, понятно, я думаю, Максим уже изложил по этому поводу. Конечно, если бы я считал это сливом, я бы просто не стал бы участвовать в качестве. Да, я думаю, да. Ладно, давайте немножко поговорим. Вы представитель рабового движения, вы двух разных движений, вы все занимаетесь проблемами социальными, да, и я выделил такие две проблемы, которые хотел бы сегодня обсудить. Первое. Начну с проблемами педофилии. Я тут две такие вот особенные спецификации движения, поэтому я задаю тебе. Вопрос с проблемами педофилии, как ее можно решить? Вот в рамках твоего видения. Можно ее вообще решить? Если говорить чисто про мои ощущения, то в последнее время эта проблема раздута даже до размеров истерии. Причем есть подозрение, что да, конечно, проблемы существуют, ее надо решать и, ну, более или менее ее успешно решают, в том числе и силами гражданских активистов, но ее пытаются превратить в такой инструмент, как бы, подставы. То есть, на самом деле, мне кажется, ее меры, которые принимаются по ее решению, они непропорциональны тому, той проблеме, которая существует. В принципе, сейчас у нас, по большому счету, все условия есть для того, чтобы эту проблему решать. У нас есть законодательство, у нас есть и органы полиции, у нас есть нетерпимость к такой проблеме в обществе. Пожалуйста, чего не хватает? У нас есть нетерпимость, но почему-то сотрудники милиции, полиции, они знают, но они не могут, ссылаясь на то, что у нас нет денег. Не то, что даже нет денег, у нас очень такой, сказать, дурацкий закон, то, что до акта педофилии, как бы до акта с ребенком, они не могут ничего сделать с педофилом, то есть, как бы, ну, пока он, грубо говоря, его, ну, того, даже если люди приходят... Ему ничего не могут предъявить, просто, как бы, его не посадить, ничего не сказать, он скалывает, просто пошел, там, допустим, тот же мальчик взять, просто я пришел к этому мальчику просто поговорить. Ну, есть ведь разные статьи, не обязательно, чтобы педофил что-то с ребенком сделал. Есть растление несовершеннолетних, это же тоже статья уголовного кодекса. Нет, ну, в чем растление, понимаешь? Ну, даже разговор на сексуальная тема, это уже, в общем-то, в какой-то части попадает. Ну, почему-то он никак это не карается. Ну, почему он не карается, это уже второй вопрос, нужно тут смотреть, то есть, разговаривать. Я просто не совсем, конечно, владею этой темой, никогда не интересовался, всерьез, вот так вот. Но, мне кажется, здесь проблема в исполнении этого закона. То есть, почему-то полиция его не стремится. Но у нас полиция, конечно, много чего еще не делает, потому что, по разным причинам. Тут даже дело не в полиции. Ну, ладно, давайте оставим полицию, полиции болит голова или еще что-нибудь, чисто женское такое, активизование ее. Наверное, вот теоретик, да, ты представляешь, ты решишься, вы практики. У меня вопрос один. Вы вообще как решаете эту проблему? Ну, вы ее решаете в своем виде. Считаете, что вы ее решили реально или нет? Ну, решить эту проблему очень сложно, потому что в каждом городе это уйма всяких разных педофилов, которые просто заманивают детей на улицах. Вот проблема в Ростове была, недавно девочку, слава богу, нашли. И пошли слухи, что в Перми такая же идет акция у этих педофилов, то, что они приезжают на машине и заманивают. Ну, вы как решаете? Ну, вы ловите педофилов, я правильно понимаю. То есть педофилы уже сбиваются в стаи? Да, они сбиваются в стаи у человека три. Ну, это слухи, конечно, возможно. В это так верить-то сильно и не стоит. Но как-то эти слухи-то все увеличиваются и увеличиваются. А так как полиция не идет на уступки, приходится делать это все самому народу. Народ сами как-то случайно так, либо узнают о том, что вот есть такой педофил. Они приходят, пишут эти заявления, то, что так и так. Но им просто там отказывают. И они ничего не знают, кроме самосуда. Ну, смотри, в моем понимании, педофилы как бы, в частности, у нас случаем, потому что они моральную травму какую-то получают. Вы поймали педофила, да, и тоже он наносит какой-то моральный вред. То есть вы считаете, то, что он еще одну моральную травму получит, он исправится? Ну, конечно, то, что он все равно, он... Давай, сколько он, давай. Ну, педофилы не все как бы получали моральную травму, это так, просто они так говорят. В основном, это педофили, это необдуманный риск. То есть людям либо не хватает адреналина, то есть либо прямо у них была карта в детстве травма, ну, может, не в детстве. То есть, как бы, они... Сам вот этот акт, это необдуманный риск, в принципе. Большая часть педофилов, они в детстве были тоже изнасилованы. Но и они этого не понимают, то, что... Если их в детстве изнасиловали, то им... Они, видимо, думают, что им тоже это можно. То, что можно, что это как бы у них пройдет. Ну, примерно понятно с педофилами. Мнение зрителя. Окупай педофилей, да, ну, тот движение, которое ловит педофилов, это степно гибералами. Это так? Ну, в ком-то случае, да. Мнение, точнее, да. Но, в большей части, шоу окупай педофилей, это идет юмористическое шоу над педофилами. Показывание народу... В чем... Именно в чем степно гибералами? Степ, в том, что... Или вы ловите педофилов, которые либералы? Социал-националистов мы не трогаем. Не-не-не. Коммунистов тоже. Нет таких слоев педофилов, они все... У них один какой-то ум, видимо. Все однотипно идут как-то. И большая часть, когда их спрашиваешь, они говорят, что они ближе к либералам идут. Удивительно. Ну, я, например, ни одного не видел педофила-национал-социалистов. Вообще ни одного. Это как-то неприемлемо, видимо. Видимо, они приемлемы. У вас братство, да. Не сказал. Замечательно. Так, сейчас технически у нас 5-0-6, да? Фира? 5. Да, ну, тогда, я думаю, второй вопрос, и сейчас все успеем. Вопрос такой. Коррупция, есть ли она? Как с ней бороться, если она есть? Коррупция? Насколько важнее педофила вообще у вас всей темы с педофилией? То есть, ты как-то сказал? Ну, вот коррупция, она важнее, более социально значима, чем педофилия? Ну, коррупция, конечно, она более значима, но она примерно где-то на этом же уровне идет. Потому что коррупция, она полностью идет, охватывает все. А педофилы только ту часть, меньшую по сравнению с коррупцией. Как с ней можно бороться? С коррупцией бороться уже только, там, собственно, если, вот, тут нужно, как бы, люди, чтобы сами это все делали. Например, они понимают то, что вот им говорят, вам нужно заплатить деньги в тех же институтах, в тех же фирмах, когда... Да, так же вот на коррупции идут, идут, пишут, так же, как на педофилов. Реакции нет, да? Ну, кейс, ну. Ладно, у нас эфир подходит к концу, не все успели обсудить, к сожалению. Мне хотелось сказать одно, вам нужно объединяться, у вас выявлялся один враг, который ничего не делает, это полиция Российской Федерации, у вас проблемы социально значимые, общие, да, у вас разные решения, разные взгляды, ну, поэтому объединяться. В принципе, ждем вас на следующем политклубе, и немножко так вперед забегу, анонсируем, на следующей неделе планируются дебаты, поэтому будет жарко, мы вас ждем, и, надеюсь, у нас будут прямые звонки в эфир. В принципе, до свидания, дорогие зрители. Спасибо. До свидания, спасибо. 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 Продолжение следует...